Александр Конов 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 Скачок, когда-то и Самсун поддерживал турниры, были такие турниры, как ВЦГ. Очень классные, когда несколько дисциплинских бирспорт, такие «Контра», «Старкрафт». Все в одном месте собирались в большом помещении, рубились, было прикольно. Потом как-то это все затухло, из-за того, что FIFA как-то не развивалась особо. Но последние три года, в том числе и благодаря твоей инициативе, очень классно развивается. В том числе и региональные турниры появляются, таких региональных турниров, допустим, в Перми вообще никогда не было. Ну, кроме Кубка Урала, третий год уже. Нет, я имею в виду по организации, то есть с каждым годом все лучше, а раньше такого вообще никогда не было. Тебе, наверное, спасибо, можно сказать, и Антону, который непосредственно... Антону? Антону, да. Антон, привет, спасибо тебе. Что можешь передать игрокам, которые так же, как и ты, живут на Урале, что им делать, чтобы расти, развиваться в киберфутболе? Сложный вопрос, но сам. Вообще, возможно ли это, развиваться в киберфутболе, играя вне Москвы, например, вне центральных регионов, а именно в Пермском крае, например, в Екатеринбурге и в соседних городах? Ну, конечно, можно, но нужно смотреть, в какую сторону FIFA идет, и турниры по FIFA, либо это УТ-команды, либо обычные турниры, то есть в зависимости от этого смотреть, куда вообще движется сообщество, и, наверное, удивлять больше времени тому, к чему все вообще это идет. Ну, в принципе, из регионов можно тоже хорошо играть, да, и раньше и Роберт там в Уфе играл, там и другие игроки, Хаббик тоже из ЭКБ, последний год довольно высокие места занимает. Ну, про себя скажу то, что я не задрачиваю FIFA, больше так на понимание, наверное, игры, потому что я в футбол играю, ну, настоящий, то есть. Сильно ли помогает игра в настоящий футбол в FIFA? По-любому, по-любому сильно, потому что, в принципе, стратегия игры там и понимание такая же, то есть, ну, многие начинающие игроки, когда я смотрю, они прямо вот в FIFA выступая, выступая, они прям торопятся очень сильно там в своих решениях, в принятии решений, торопятся, суетятся. Это в том числе, наверное, один из важных аспектов игры, но лучше всего головой думать, а не какие-то там чульки постоянно задрачивают. Мне кажется, все из головы идет изначально. Вот ты сказал про понимание игры и про голову, а не считаешь ли ты, что вот есть игра еще одна PES 19, что в ней это могло бы помочь еще больше? Говорят, что она еще больше приближена к реальному футболу. Возможно, но... Что ты думаешь про эту игру вообще? Я когда-то давно играл в нее, будучи школьником, так, чисто по фанчику. Сейчас вообще, сколько там, последние, наверное, 10-9 версий я вообще не запускал, не играл, ничего не могу сказать, но слышал то, что там по-другому совсем геймплей построен, и больше на постах все. Даже вот сегодня мы смотрели финал, там в основном все через пас и комбинации игра строилась. Не считаешь ли ты, что это, возможно, больше подходит тем, кто понимает очень хорошо реальный футбол, и может это перевести в цифровой вид, ну, в игру на поле? Может, да, может, нет. Точного ответа я сказать не могу точно, но в перспективе, в принципе, да, могу так сказать. Спасибо тебе за интересный ответ, и желаем тебе удачи на следующих турнирах. Надеемся, увидим тебя на первом месте в новом сезоне. Спасибо всем, пока, удачи и привет всем, кто меня знает, кто за меня болел. Спасибо. Спасибо. Спасибо.